Я приветствую вас на своем канале. Сегодня нас ожидает новостной выпуск, в котором мы поговорим на довольно важные туристические темы, так что давайте сразу приступать. В прошлом новостном ролике я вам говорила о том, что в Турции всерьез намерены продлить туристический сезон 2023, пока называется дата до конца ноября. Тогда эту новость нам сообщил президент Средиземноморской ассоциации ательеров Анталии, но буквально на днях его слова также подтвердил и его коллега по Кимеру. Вот что он сообщает. Раньше мы закрывали сезон в начале ноября. В этом же году мы видим, что климатические условия очень благоприятные. В данный период приезжают гости из Германии, Великобритании, Польши, России и с внутреннего рынка. В октябре также наблюдается хорошая заполняемость. На самом деле сейчас в Турции на осенние месяцы возлагаются огромные надежды. Во-первых, это позволит увеличить прибыль. Во-вторых, те работники, которые на данный момент задействованы в туристической сфере, смогут подольше поработать, а значит и смогут побольше заработать. Вы все прекрасно знаете, что большинство отелей Анталийского и Эгейского побережья, они закрываются с окончанием туристического сезона. Да, конечно, есть немало отелей, которые продолжают свою работу, но если мы посмотрим на картину в целом, то увидим, что большинство объектов все-таки закрываются. Как правило, в не сезон те отели, которые закрываются, они оставляют минимальное количество работников, все же остальные остаются без работы до следующего сезона. И, соответственно, в зимнее время некоторые из них ищут другую работу, либо же какую-то подработку. Таковы реалии туристического бизнеса в Турции. Кстати говоря, совсем недавно Институт статистики Турции опубликовал новые данные по безработице, которые нам показывают, что она в стране снижается и достигла уровня 2014 года. Конечно, туризм является одной из важнейших сфер, где предоставляются рабочие места не только гражданам Турции, но и иностранцам. Правда, иностранные граждане в большинстве случаев здесь могут рассчитывать на весьма скромные заработки. Тем не менее, сегодня, находясь в Турции или в какой-либо другой стране, у каждого есть возможность работать удаленно. Хочу вам напомнить о полезном бесплатном мастер-классе от Марии Лебедевой, из которого можно четко уяснить, как сегодня зарабатывают специалисты, работающие во фриланс-формате. Уверена, вы сами заметили, что с каждым годом появляется все больше образовательных платформ, где можно обучаться в онлайн-режиме. И каждой такой онлайн-школе требуется администратор, который занимается развитием и обслуживанием онлайн-платформы. Именно таких специалистов и готовит Мария, причем не только обучает, но и находит первых клиентов. В ее послужном списке сотни онлайн-школ и более тысячи трудоустроенных учеников. Специалистов-администраторов сегодня действительно не хватает, ведь онлайн-школ очень много и порой обслуживать их просто некому. Поэтому такая профессия очень востребована и перспективна и, кроме того, дает вам возможность работать из любой точки мира в любое удобное для вас время. Если вам интересно более детально изучить тему удаленной работы, разобраться в возможностях фриланса, регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс от Марии. Ссылку я обязательно закреплю в описании под этим роликом. Всех учеников также ожидают чек-лист по быстрому старту на удаленке. Успехов в освоении новых знаний. Мы двигаемся с вами дальше. Появилось довольно свежее интервью от крупного представителя туристического бизнеса Турции. И в этом интервью он заявил, что турецкий туризм немыслен без России. В частности, президент компании Limak Tourism Group сообщает, что без России не будет турецкого туризма, а без Турции и Анталии не будет мирового туризма. В своем интервью крупный турецкий бизнесмен сделал довольно важные заявления, в том числе и коснулся сезона 2024. Есть действительно интересная информация, так что давайте разберем ее более подробно. Чтобы вы понимали, кто такой президент Limak Tourism Group, это президент компании, которая владеет 9 отелями. В общей сложности у них насчитывается 6,5 тысяч койкомес. То есть это человек, который глубоко погружен в туризм и имеет прекрасное представление о том, что сейчас происходит в туризме Турции. В своем интервью представитель турецкого бизнеса рассказывает нам о том, туристы из каких стран имеют огромное значение для Турции. Вот что он говорит. Я думаю, что турецкий туризм без России немыслим, но туристов из одной России недостаточно. Туристы из Европы тоже нужны туризму. Мы также ведем переговоры с Англией, Францией, Нидерландами и Бельгией. Мы рассматриваем весь мир. На туристов из России в конце сезона бизнесмен возлагает большие надежды. Напоминаю, что в прошлом году в Турцию приехало более 3,5 миллионов туристов из России. В этом году уже достигается примерно та же цифра и говорит о том, что если приедет более 4 миллионов человек, то они достигнут своего плана. А по плану у них стоит 15 миллионов туристов, которые за весь сезон посетят анталийские курорты. Помимо прочего, бизнесмен нам объясняет, почему в этом году турецкие отельеры подняли цены на проживание. В частности, он говорит о том, что с точки зрения прибыльности, туризм в первую очередь очень зависит от курса евро. И до 90% всех продаж осуществляется именно в этой валюте. Наши постоянные затраты, особенно затраты на оплату труда, энергию и питание, выросли более чем на 100% в пересчете на лиры. Курс евро оставался неизменным, что отбросило нас назад с точки зрения рентабельности. Однако в июне мы немного передохнули, когда курс вырос до 28 лир за 1 евро. И тут же он сразу подчеркивает, что да, мы все граждане Турции, и мы все хотим, чтобы турецкая лира только укреплялась и была ценной валютой. Но здесь же он сразу напоминает об инфляции, из-за которой затраты отельеров значительно увеличились. При этом курс евро долгое время никуда не двигался. Но когда курс евро повышается, то и отельеры зарабатывают больше. Очень многие свои расходы, такие как зарплата, электричество и так далее, они выплачивают именно в турецких лирах. Соответственно, я думаю, вы понимаете, когда курс евро поднимается, им намного выгоднее такая ситуация, поскольку они получают на руки больше турецких лир и, соответственно, несут меньшие затраты. Поэтому получается такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, представителям турецкого бизнеса хотелось бы, чтобы лира укрепилась, но с другой стороны, когда она укрепляется, они несут убытки, поскольку работают в большинстве случаев именно с евро. Зачем все так подробно разбираем? Для того, чтобы понять, что будет с ценами натуры в Турцию в 2024 году. И, соответственно, нам важно понимать, какой ценовой политике будут придерживаться представители гостиничного бизнеса и уже делать свои выводы. Я вам уже неоднократно говорила, что в этом сезоне многие гостиницы вели довольно-таки неблагоразумную ценовую политику, ввиду чего лишились части туристов. Давайте посмотрим, что говорит президент Лима Группа. Он говорит, что цены будут только расти. Ну, во-первых, здесь бизнесмен напоминает, что все контракты отельеры заключают с туроператорами за несколько месяцев до начала нового сезона. И, соответственно, когда контракт заключен и прописаны все ценники, то отельер для туроператора уже не может изменить цену, ведь она прописана в договоре. И в том году, когда отельеры заключали контракты с туроператорами, они подняли цены на 15% в пересчете на евро. В этом же году, на 2024 год, судя по словам бизнесмена, эта цифра увеличится. Он говорит о том, что сейчас мы начинаем заключать контракты на 2024 год. На следующий год мы должны будем снова повысить цены на 15-20%. То есть, получается, что на 2024 год нам стоит ожидать повышения цен только на проживание в турецких отелях на 15-20%. И это в евровом эквиваленте. Конечно же, не стоит забывать, что в турпакет также входят и другие услуги, такие как перелет, трансфер и так далее. И на эти услуги, скорее всего, также будут подниматься цены. Таким образом, получается, что все те надежды, которые многие туристы выражали по поводу снижения цен в 2024 году, рушатся. Здесь цены не только не снизятся, они даже не останутся на прежнем уровне. А это означает, что все меньше и меньше людей, туристов, сможет позволить себе отдыхать на курортах Турции. И, конечно, это очень и очень печально. Тем не менее, в это же время, озвучивая тот факт, что цены будут повышаться, представители туристического бизнеса Турции признают, что туризм Турции без туристов из России немыслим. А в этом году очень многих туристов из России беспокоит цена на туры в Турцию. Многие не могут себе сейчас позволить сюда прилететь. Лично я нахожу некий диссонанс в подобных заявлениях. С одной стороны, вы говорите, что туризм Турции без туристов из России немыслим. С другой стороны, вы утверждаете, что в следующем году будете поднимать цены на 15-20%. И здесь я могу понять с одной стороны отельеров, потому что действительно я сама живу в Турции. Я вижу, как все услуги, все продукты постоянно дорожают. Тем не менее, для того, чтобы приезжало больше туристов из России, нужно ввести более гибкую ценовую политику, чтобы большее количество людей могло позволить себе отдых в Турции. Получится, что большее количество туристов сможет приезжать на отдых в Турцию и отельеры смогут зарабатывать. Но вот здесь им очень нужно все тщательно просчитать и продумать. Будем надеяться, что у них это получится. Секундное напоминание о том, чтобы вы не забыли поставить свои замечательные пальчики вверх под этим роликом, потому что это помогает мне в развитии моего канала. Ну а если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, потому что здесь вы всегда будете находить самую интересную и свежую информацию из мира Турции и туризма. Еще раз хочу вам напомнить, что если вам интересна работа во фриланс-формате, вы всегда можете бесплатно зарегистрироваться на мастер-класс Марии Лебедевой. Ссылка будет в описании. Я предлагаю вам не переключаться и посмотреть те ролики, которые прямо сейчас у вас появятся в рекомендациях. На сегодня все. С вами, как обычно, была Катя. Мы увидимся в следующем ролике.